Вы слышали когда-нибудь про Вячеслава Мальцева? Нет, не слышал. Канал «Артподготовка» в интернете не видели? Нет, не видел, к сожалению. Вы слышали что-нибудь про Вячеслава Мальцева? Нет. Нет, не слышал. Без понятия. Неубедительно. Ни о чем не говорит. Канал «Артподготовка» не слышали? Нет. Знакомая фамилия, но конкретно не знаю такого человека. Первый раз слышу, если честно, но, судя по вашему опросу, мне кажется, это какой-то серьезный человек, который поведет нас к светлому будущему. Скажите, вы слышали что-нибудь про Вячеслава Мальцева? Что-то знакомое, что-то конкретно. Вячеслав Мальцев. Нет, я знаю только Александра. Нет. Канал «Артподготовка» в интернете не видели? Нет. Нет. Не знаю, к счастью, но, к сожалению, нет, не слышу. Вы слышали что-нибудь про Вячеслава Мальцева? Нет, ни разу не слышали про такого. Канал «Артподготовка»? Нет, не смотрим. Телевизор вообще это не наша стихия. Это в интернете? Ну, в интернете мы в основном про музыку смотрим, про любовь, так что как-то вот нас это не касается. Как вы считаете, плохие дороги способствуют безопасности движения или наоборот? Да, я это уже слышал, эту передачу. Я считаю, что не способствует в итоге. Нет, конечно. Не способствует. Конечно, не способствует. Ну да, конечно, если плохие дороги, то машина может перевернуться и что-нибудь в этом роде случится авария. То есть плохие дороги не нужны? Конечно, нет. Плохие дороги, они всегда способствуют безопасности движения. Именно за счет своего отвратительного качества невозможно разогнаться выше 15 км в час. Соответственно, аварий будет меньше, пострадавших будет меньше. Поэтому давайте разбивать дороги дружно, а бюджет тратить на хорошие машины. Ты водитель, говори. Безобразие. Просто отвратительно. Плохие дороги. Плохие дороги это плохо. Не способствуют. Нет, конечно. Плохие дороги, нет, не способствуют. У нас в стране дуракие дороги, мне кажется. Мне кажется, здесь лучше дорогу провести, причем асфальтом, потому что вот мы сейчас переходили по травке, чтобы не загадить, так сказать, свои новые кеды. Поэтому я думаю, дороги везде должны быть хорошие, и это даже не обсуждается. Нет, конечно. Нет, конечно, потому что плохие дороги, в первую очередь ты будешь отвлекаться на дороги, на то, чтобы объехать какую-то яму, чтобы сохранить машину, и не будешь смотреть по сторонам. Ну и в принципе плохие дороги никогда не были показателем хорошего уровня жизни в стране. Нет, конечно, не способствуют безопасности движения. Как вы думаете, почему Росавтодор заявил, что способствует? Не знаю, не могу сказать. Потому что решили сэкономить на безопасности граждан, потому что дороги, они же не только пешеходные, они же вот и машины езжут по ним, какая-нибудь будет яма или... Они именно отвечают за автодороги. А, за автодороги. Ну, видимо, они решили сэкономить, действительно. Что не очень хорошо. Мне кажется, нам надо быть наравне вот с Европой, потому что у Европы с этим проблем никаких нет, поэтому нам нужно как-то обгонять уже их, ну или хотя бы находиться на ихнем уровне. Потому что, ну, иначе так будет продолжаться всю жизнь, потому что у нас сейчас аварии, ну вот, как бы смерть, и это плохо. Ну, может быть, они считают, что по плохим дорогам люди ездят с меньшей скоростью? Как бы других вариантов я не вижу. Ну, вот они погорячились, мне кажется. Просто, конечно, движение замедляется, когда чувствуется плохая дорога. Но при соблюдении правил уличного движения, я думаю, они только мешают, так скажем. Объезжая ям, а мы создаем аварийную ситуацию. Думаю, что хотят сэкономить бюджет в этом году с дефицит, дабы было меньше отчислений на ремонт. Не знаю, не хотят делать, не хотят вкладывать деньги. Уменьшается скорость движения, поэтому и, типа, более безопасная езда, я так думаю. Ну, может, потому что, если плохие дороги, скорость меньше будет? Я полностью поддерживаю. Чтобы сэкономить деньги. Как вы думаете, кабинет министра способен вывести страну из кризиса? Ну, если они постараются. А вы как считаете? Ну, я считаю, они стараются, но пока не так хорошо это видно. Сомневаюсь. Способен? Что способен, сомневаюсь. Нет, нет. Я не считаю так. Скажите, по-вашему, кабинет министров способен вывести страну из кризиса? Не берусь ответить на этот вопрос. Не знаю, что сказать вам. Но, по-моему, люди, каждый должен заниматься своим делом, поэтому обсуждать работу министров я не берусь. Ну, может быть. Не знаю даже. Может быть. Не знаю. Не знаю. Честно, за три дня я ответил на этот вопрос. А вы как думаете? Не знаю. Думаю, что нет, наверное. На их не совести. На их не совести все это дело. Скажите, как вы думаете, способен ли кабинет министров вывести страну из кризиса? Если рассматривать кабинет министров в целом за современную экономику России за последние 25 лет, то, мне кажется, нет. Потому что никаких... Были определенные сдвиги, но они связаны с ценой на нефть. Потому что наша страна, в первую очередь, сырьевая. Но это никак не зависит от действия определенных людей. Реформы хорошие были, они всегда найдутся. Но какого-то заметного улучшения, на мой взгляд, его не произошло. Ой, вот это сложный вопрос. Мы, обычные граждане, не ответим на него, потому что не следим за политикой. К сожалению, на этот вопрос мы не можем ответить. Как вы считаете, кабинет министров способен вывести страну из кризиса? Думаю, что нет. Затрудняюсь ответить на этот вопрос, но хотелось бы на это надеяться. Я вообще очень уверен в нашем кабинете министров. Он очень силен, он велик, он могуч. И правда не знаю, кто там и что это такое.